Здравствуйте, меня зовут Наташа. Сегодня я представлю вам электрический рубанок марки вихрь R82800. Электрорубанок предназначен для строгания плоских поверхностей заготовок из древесины в бытовых условиях. Он обеспечивает направленный выброс стружки и плавное регулирование глубины строгания. При покупке электрического рубанка важно определиться с типом производимых работ. Это необходимо, чтобы подобрать инструмент по мощности и ширине строгания. От мощности двигателя зависят рабочие характеристики рубанка. Этот показатель влияет на частоту вращения барабана с лезвиями и, как следствие, глубину обработки, а также на качество, полученное в результате поверхности. Хороший инструмент должен быть удобен в руке и послушен в работе. В комплект электрорубанка марки вихрь R82800 входит рубанок, боковой ограничитель, ключ для смены лезвий, мешок для опилок и паспорт. Рубанок марки вихрь имеет пластиковый корпус, на котором расположена широкая рукоятка, позволяющая крепко удерживать инструмент двумя руками во время работы. Установка глубины строгания производится вращением передней ручки регулятора и контролируется по шкале от 0 до 2 мм. В целях безопасности на рубанке есть кнопка, предотвращающая случайный запуск. Для включения рубанка надавите на эту кнопку и, не отпуская ее, нажмите клавишу включения, при этом надежно удерживая рубанок двумя руками. В комплекте предусмотрен боковой ограничитель, который используется для строгания параллельно базовой кромки заготовки. Его устанавливают в специальные отверстия и фиксируют винтом. Инструмент оснащен патрубком для отвода стружки, в который вставляется мешок для опилок. Проверим рубанок в работе. Для начала выставим глубину строгания 2 мм и осуществим грубую обработку деревянного бруса. При работе обязательно используйте защитные очки и перчатки. Грубое строгание обычно производится с большой глубиной резания и средней скоростью подачи, так чтобы стружка от строгания равномерно выходила из-под инструмента. Для достижения гладкой поверхности чистовая обработка выполняется с малой глубиной резания и низкой скоростью подачи инструмента. Для достижения гладкой поверхности пройдем по брусу в чистовую, выставив глубину 0,4 мм. Отличный результат! После работы не забудьте обязательно почистить инструмент. Всего вам хорошего! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова